Ну что же, мы продолжим. Константин Ревчуков у нас в гостях. Сергей Бунтман ведет. Не прекращается не то, что полемика, а обсуждение Исландии. Ну, отобсуждались там все темы российских компаний и так далее. Но вот Сармат, я знаю этого слушателя, и ждал от него вот именно этого. За долг 4 миллиарда Исландия обязана и должна признать Южную Осетию и Абхазию. Да, конечно. Цена признания тогда. Это мы просто будем в ту строчку, которая будет говорить нам цена признания Южной Осетии. Если они признают, мы скажем, плюс еще 4 миллиарда на эту операцию. То есть, если денег не жалко, ни на Южную Осетию, ни на Абхазию, ни на, что там у нас, Венесуэла, ни на Исландию. Но был. Просто вот интернационализм, как основа нашей политики, в течение многих десятилетий был. И люди очень волновались, как там на Кубе, как там в Анголе, как там в Корее, как там во Вьетнаме. Близко к сердцу. Мы же вообще такая отзывчивая нация. Но оказалось провальное. Эта стратегия удерживать мир в орбите своих интересов в момент, когда у тебя заканчиваются деньги, не работает. Тебя предают. Потому что коррумпированные элиты решают свои задачи, безусловно, на основе нашей помощи. Вот как только мы не можем денежки кому-то дать, вдруг выясняется, что мы и империалисты, и клонизаторы, и вообще гегемонисты, и вообще эксплуатируем все эти народы. Мы же помним в конце 80-х стремление всех республик выйти из состава страны. Потому что всем казалось, что каждая страна заживет, будучи независимой, лучше, чем в Едином Советском Союзе. При этом у России всегда было ощущение, что мы наоборот всех кормим. Но вот как только денег у Горбачева не было, помните, порошка нет, сахара нет, талоны на сигареты, на водку. С этого момента люди начинают интересоваться уже интернациональной политикой под другим углом зрения. Мне кажется, что весь этот опыт колоссального влияния в мире, создание суперамбиций, подкрепленных материальными, военными и финансовыми потоками, ну, к чему ты же должен учить, не работает. Не работает. Горбачев говорит, авторитетным можно быть, только если у тебя всё будет в порядке в доме. Это так тебе будут хотеть прийти, притащить сюда инвестиции и зарабатывать здесь, в стране. Эта единственная стратегия становится великим. Но почему же опять наступают на эту же противопехотную мину? Может быть, плохо учились, может быть, не изучали чего-то, может быть, какие-то идеалы и ценности дедушек. Горбачев нам же говорил, да, что я верен идеалам своего дедушки, социализму. Уже когда всё трещало по швам, бывает такая зашуренность. Я не понимаю, потому что мне казалось, что как раз... Кто у нас дедушка-то, да, потому что здесь изменяются эпохи-то. Да, но там дедушки-то у всех были. Уже ребята-то молодые. Мы же не знаем, что они там говорили этим. Трепали там по вихрам и говорили, слушай, вот давай там ещё. Мне кажется, совершенно вот эти 20 лет, когда мы обсуждаем все эти вопросы, должны были выработать устойчивое представление о том, что лежит в основе величия России. Мне кажется, вот эта путаница в мозгах, которые всяческие такие адепты экспансионистского курса пытаются яростно пропагандировать, что величие России, когда наши будут самолёты там, авианосцы там, группировки там, мы будем входить в какие-то страны. Вот они опять говорят эту чушь. И как бы, ну я не знаю, им никто сильно не возражает, но такое ощущение, что власть вроде бы и поддерживает такую точку зрения. А мне кажется, что вот эти годы показали самые счастливые годы в нашей жизни. Были тогда, когда мы меньше всего совали нос в чужие дела. И концентрировались... Ну, например. Ну, вот, например, годы, ну, когда у нас экономическая конъюнктура стала получше в 2000-е годы, и не было ярко выраженных экспансионистских планов, ну, за исключением некоторых соседей, когда у них выборы проходили, у нас самый высокий экономический рост был, самое высокое потребление, вот этот бум, который случился, да, и не было никаких еще заявлений относительно того, что у нас круглосуточное дежурство, выходят наши эти самые бомбардировщики стратегические, что мы по всему миру будем пускать корабли, подводные лодки, что мы будем создавать какие-то немыслимые авианосные группировки. Вот таких слов не было, а уже деньги пошли. Мне кажется, у нас был удивительный рост и изменение уклада жизни страны. Люди стали жить лучше, стали себя больше уважать, и нас стали больше уважать. Как только мы начали мыслить категориями империализма, даже локального, регионального империализма, как-то все подкосилось. Поэтому я не сторонник двигаться куда-то за рамки своей территории. Ну, сейчас странная история здесь. Чем-то надо компенсировать именно то, что сейчас будет не сладко. Сейчас достаточно не сладко. Надо будет реально смотреть на вещи, на кошельки. Здесь, а, легко поискать бы виноватых, и, б, поискать бы другие нематериальные ценности для народа. Ну, мне кажется, что можно так рассуждать, а можно с народом говорить и объяснять, в том числе, как надо себя вести в условиях кризиса, как надо преодолевать сложности на работе, проблемы в бизнесе, какую устойчивость вырабатывать в себе, какие институты должны подключиться, чтобы помогать людям перепрофилироваться, как должны заработать эти институты, когда люди высвобождаются по одной профессии, но у них достаточно высокое образование. Им добавляют каких-то новых навыков, и, может быть, небольшой старт, чтобы они могли что-то попробовать, если не хотят стать маленькими предпринимателями, либо идти в какую-то другую сферу, в сферу услуг, в которой, может быть, нужны будут люди. Мне кажется, это время активного развития институтов адаптации людей к изменяющейся конъюнктуре нашей жизни. Потому что отличительная особенность нынешней фазы развития России от, скажем, предыдущих советской, это то, что неопределённость жизни людей является доминирующим условием существования. Определённости больше нет. И вот мы сейчас видим, что мы только ещё несколько месяцев назад были на вершине, сейчас стремительно волна, как на борде, на виндсерфе, покатились стремительно вниз. Вот сейчас надо понять, что... Нет, для этого надо принимать какую-то позу, распределять вес, чтобы поймать волну следующую. Ну, просто мы всегда говорили о том, что общество может адаптироваться лучше или хуже к тем или иным кризисам. Если каждый кризис будет приводить к каким-то сломам, к каким-то социальным революциям, к какому-то закручиванию гаек, к какому-то ужесточению политического режима, мы никогда не выйдем из этой ситуации. Потому что вот сейчас меня, например, лично не устраивает, что в условиях кризиса я не слышу голоса депутатов. Вот они часто жалуются, что престиж депутатской власти небольшой. Так вот кризис – это беда. Настоящий друг – друг в беде. Вот друг в беде должен что-то говорить. Когда Полсон и Буш предложили пакет в 700 миллиардов и сказали, всё, срочно нужно принимать, завалили в Конгрессе республиканцы. Помните голосование? Не демократы, а республиканцы. Почему? Когда вышли они из этого переговорного процесса, выяснилось, что добавили план Полсона и Буша тем, что самостоятельным крылом, который будет участвовать в управлении этими 700 миллиардами, будут депутаты конгрессмены. Второе – это финансовые регуляторы. И, наконец, третье – Белый дом администрации. То есть три составных власти, власти американской, они теперь будут управлять. Всё, доверие в обществе есть, потому что часть людей доверяет конгрессменам, часть доверяет финансистам, часть – Белому дому. Вот этот консенсус даже симпатии в обществе приводит к тому, что они сейчас будут делать и будут там выходить. У нас мы видим, что только исполнительная власть принимает какие-то решения, правильные, неправильные, она принимает, депутаты молчат. Дискуссии в обществе нет широкой. Я понимаю тоже, все говорят, не надо дискутировать, типа это отразится на строении людей. – Да, надо быстро принимать решения, надо здесь зачем затягивать. – Но дискуссия – это не значит, что это должно месяцами вести. Просто качество принимаемых решений в результате дискуссии может повыситься. Качество принимаемых решений. И доверие обществу, что с ним говорят серьёзно. А если говорят только об американском кризисе, то это ограниченная стратегия. Потому что говорили-говорили, что кризис американский, а сейчас два дня в Америке растут Доу-Джонс. И о чём говорить? Американская экономика пошла на подъём, фондовый рынок поверил американским властям? – Юго-Запад пошёл на подъём вчера, за исключением Китая и Тайваня, пошёл на подъём после решения «семёрки». Поэтому, вот, Серёж, мне кажется, что всё-таки наше общество достаточно созрело и достаточно оно грамотное, чтобы участвовать в серьёзном разговоре или присутствовать при серьёзном разговоре. Чтобы не зажимали на этих каналах эту тему. Что всё хорошо, у кого-то всё плохо. А люди слушают радио, смотрят в интернете, конечно, они информированы. Но от того, что власть им говорит не всё, у них, конечно, утрачивается доверие к тому, что когда она говорит, она может быть говорит серьёзно. – Правильная, в общем-то, была идея, и остаётся правильная идея – не надо сеять паники. То есть не надо сеять паники, не надо заниматься желтизной, оголтелой. Давайте, ребятки, все побежим во все банки, сейчас вынем, засунем всё, всё неизвестно куда денем, сейчас побежим всё спасать. Это правильно. Но мне как-то слишком буквально. Вот, и придушили всякую информацию. И даже само слово «кризис», почему-то оно считается ужасным. – Если говорить, не говорить о кризисе, то это не значит предотвращать панику. Это первое. Второе. Если говорить о кризисе, но умно говорить о кризисе, это не значит сеять панику. Я говорю, а по-прежнему примитивные какие-то категории. Вот ты сказал так, а ты враг. Ты в условиях кризиса говоришь о кризисе, это пятая колонна, там, или ещё кто-то. Мне кажется, что вот эта примитивная риторика, она не работает в пользу тех, кому кажется, что сокрытие всех вещей. Потому что всё-таки общество изменилось, и самый динамичный класс, он сильно погряз в долгах, средний класс, я имею в виду, тот, который, собственно, определяет. Потому что потребительский кредит, он колоссальных размеров достиг, потому что люди потребляют существенно больше, чем они зарабатывают. Они просто сорвались с катушек. Машинам меняются модели. Сегодня он едет на такой машине, завтра уходит квартира. Это же очередная волна будет. Очень серьёзно. Почему ритейлерам столько денег там даёт и всё? Потому что всё очень боятся, что с этой стороны как только пойдёт. Поэтому мне кажется, что говорить надо серьёзно, говорить надо много, говорить надо умно, говорить надо разнообразно. Так, чтобы люди понимали, что мы вступаем в очень интересную и ответственную пору развития. Это взрослая жизнь. Это была программа «Особое мнение». Константин Ремчаков, Сергей Бунтман. Её ввёл спасибо.